Владимир Викторович, мы с вами занимаемся огромнейшей посвятительской работой и вам огромная благодарность от тысяч и даже десятков тысяч людей, которые смотрят ваши видеоролики. И вот вы сделали потрясающий видеокурс решения проблемы алкогольной зависимости. Психотренинги на все случаи жизни эффективнейшие, которые просто помогают очень хорошо. Вы издали книгу «Любите своих крокодилов», в которой поднимаются вопросы, о которых мало кто говорит. Это и многие другие темы, о которых вы говорите. А сегодня вот мы начали записывать видео уроки под названием «Паноптикум чувств». И я бы сказал, что это своеобразный такой учебник. Учебник по психологии и ценность этого учебника в том, что он, видео учебника, в том, что он обращается не только к сознанию человека, не только задевает его сознание, но и обращается к подсознанию. С помощью сеансов гипноза и психотехник. И, конечно, эти видео уроки необходимы просто внедрять в школьную систему образования, в университетскую. Это настоящая книга, помогающая формировать психологическую культуру и помогающая познать себя и сформировать здоровую, психически здоровую личность, а значит и психически здоровое общество. Как бы вы прокомментировали вот этот новый проект и чего людям ждать от него? Приветствую всех! После таких оценок, ну, приятно. Это дает силы и энергию творить дальше, двигаться дальше, придумывать новые проекты. Новый курс действительно «Паноптикум чувств». Если вы понимаете свои чувства, негативные, вы легко можете справляться со своими чувствами. Кто управляет своими чувствами и эмоциями, тот управляет своей жизнью. Ну, вот так сказать об этом. Поэтому интересуйтесь, спрашивайте, смотрите, берите от этого курса. Все полезно. Пожалуйста. Прозвучала замечательная фраза «Создание для агрессивности необходимых выходов – это условия для любви и нежности». И, по-моему, эта фраза универсальная и применима и к политике, в том числе, и к социальной жизни. И мы видим, что часто власть, она не дает этих выходов и как бы подогревает эту ненависть к себе, да, раздражение лишнее, агрессию, насилие в обществе. Эмоциональный котел переполняется. В конце концов, попытка управлять, контролировать дает обратный эффект – накопление неудовлетворенностей и, в конце концов, условия для социальных взрывов. Это надо понимать. Простые вещи. Очень интересная трактовка, глубочайшая просто психологическая трактовка феномена автомобильных аварий. Воздействие чувств разочарования и агрессии. Да. Был такой случай. Эдуард из Владикавказа. Мы закончили последнее занятие. Эдуард предложил доктору, у вас нет больше сегодня занятий, давайте я вас подвезу. Наверное, парень хотел показать свою новую машину. Машина действительно удобная, новая. Мы выехали, проехали мимо театра, выезжаем на площадь, немножко дорога идет на возвышение, где Карловская церковь. Одна дама обгоняет нас, вторая дама обгоняет еще на большей скорости. И мы видим перед глазами вот что происходило. О, задело. Машины остановились, мы тоже. Дамы выходят. Та виноватая, более агрессивная, подходит к другой, дает ей визиточку и говорит, сделайте небольшой ремонт, сколько это будет стоить, я плачу. Я очень тороплюсь. Не стали вызывать ни страховщиков, ни полиции. Да, мы договорились. Здесь Эдуард комментирует, боже мой, как у вас здесь принято, у нас бы давно начали стрелять друг в друга и махать руками. Но так получается. По-разному конфликты решаются. Вот когда мы понимаем свои чувства, мы не попадаем вот в такие ловушки. Подобного рода, когда нас провоцируют, мы ненароком кого-то провоцируем. Мы понимаем свои чувства и управляем своей жизнью. Действительно так. И еще я хочу сказать, что вы начали этот видеокурс не случайно, видимо, с ложных убеждений, которые мешают людям жить, ограничивают их возможности достичь успеха в жизни. Конечно. Ложное убеждение – это тормоз. Мы говорили о том, что сила убеждения именно в том, что человек поверил во что-то. Поверил. Сила гипноза тоже в убеждении. Мы сами себя гипнотизируем, сами себе ставим ограничения, запреты. Мы строим фантомы. Не могу, не могу, не могу. Укладываем кирпичи. Мы строим стены, мы строим лабиринты. А потом пытаемся эти фантомы преодолевать, как реальные препятствия. Вот эти ограничения, об этом идет речь. Об этом идет речь. Ограничения, которые вызывают чувство неполноценности. Конечно. И это отчасти ответ на вопрос зрительницы нашей о том, что вот она инвалид и чувствует себя отбросом общества. Вот. Я знаю творческих людей, переписываюсь, поддерживаю. Да, физически они ограничены. Болезнь, недуг, ограничение. Но они чувствуют себя полноценными, творящими. Один инвалид называет себя дракон, парящий дракон. У него такие романы, такие эссеи, рассказы, стихи замечательные. Другая женщина творит, пишет и рассказывает, замечательно. И третья, еще что-то в творчестве вся. Они говорят, что нам неприятно чувство жалости. Потому что, когда относятся с чувством жалости, это нехорошее чувство. Когда относятся с чувством жалости, значит, воспринимают человека как неполноценного. Сами эти люди говорят. Поэтому они в творчестве творят свободно, легко. Сила мыслей, сила энергии у них огромна делятся с другими людьми через творчество. Сверкает и возносится эта сила творчества. Поэтому мы взяли эти темы. Считаем, что это важно для людей. Поэтому все, кто хочет поверить в себя, в свои силы, достичь успехов, быть, чувствовать себя полноценными, быть психически здоровыми, дышать полной грудью, жить полноценной жизнью, приобретайте этот видеоучебник Владимира Викторовича Кука, известного психотерапевта. И подробности в описании к этому ролику. Спасибо.